Посмотрел тут я на канале «Звезда» специальный фильм, посвященный так называемым «Царским останкам». Ведущим в этом фильме был Сергей Медведев, человек уже позабытый. Он был пресс-секретарем у Ельцина некоторое время, а потом был одним из высших чиновников Востанкина, но сейчас вот на «Звезде» в виде ведущего и в виде главного героя, комментатора вот этого фильма, этой поделки, которая с самого начала объявляется неким исследовательским проектом, на самом деле является проектом пропагандистским, исключительно пропагандистским. С самого начала автор этого фильма, ну будем считать, что это Медведев, а на самом деле автор другой, заказчик это Кремль, нет никаких сомнений в этом. Еще не раз этот фильм покажется, я думаю, по ведущим каналам, потому что прямо в этом фильме сказано, что весной 2022 года архиерейский собор должен, прямо вот сказано, должен, церковь должна подтвердить. Вот бред силы кобылы прежде всего в этом вопросе о юридическом статусе всех этих расследований и утверждения о том, что вот эти останки являются останками царской семьи, останками государя-императора Некролая II, тех, кто был расстрелян большевиками, интернационалом собранным специально, и все это сделано с согласия Ленина под прямому поручению Свердлова. Главными исполнителями были Пинхус, Войков, Юровский и другие. В общем, там комплекс Иуды был совершенно четко обозначен, и без того, чтобы об этом говорить прямо и открыто, конечно, никакой правды о расстреле царской семьи быть не может. Ну, вот эти псевдоправды пытаются нам втюхать, обязывая церковь что-то там решить. Если расследование проводит следственный комитет, то это значит, что возбуждено уголовное дело, потому что никакими другими способами понудить следственный комитет каким-то расследованием просто невозможно, он не имеет на это права, не имеет права проводить какие-то экспертизы, какие-то расследования. Если это происходит, это значит, что возбуждено уголовное дело. Действительно, дело возбуждено, но непонятно ради чего оно возбуждено. Установление исторической истины, тогда должна быть специальная государственная комиссия, которая обращает следственный комитет для того, чтобы предпринять некие действия, чтобы установить юридически значимые события, то есть те, которые будут закреплены юридической истиной. Но следственный комитет только готовит материалы, а истину это должен установить суд. Поэтому позиция со стороны государства обозначается не обращением к церкви, причем здесь церковь. Здесь должно быть государственное решение, а это значит судебное решение. Суд должен установить истинность или опровергнуть, отвергнуть истинность того, что было или будет установлено со стороны следственного комитета. Проведены некие юридически значимые, якобы юридически значимые, действительно ли это так, мы не знаем, исследования, генетические исследования, антропологические исследования, химические, документы рассматривались, изучались и так далее. Были ли постановления о проведении этих экспертиз? Были ли эксперты действительно достойными того, чтобы их привлекать к этому? Мы об этом ничего не знаем. Экспертизы не опубликованы, хотя где-то там можно разыскать три тома непонятно чего, что опубликовало следствие. На самом деле, если это объемная работа, то это десятки томов должны быть следственного дела, а не какие-то там три тома непонятно о чем написаны, и, я думаю, даже не имеет смысла их читать. Вот этот фильм, он как бы подкладочку такую делает, выжимку из того, что якобы следственный комитет установил, и нам рассказывают уже как абсолютно достоверно установленные, непонятно каким образом выкопанные останки, непонятно кого, там даже кадры показывают, как из болота выковыривают, там какие-то солдатики, чьи это кости, там утрачено половина этих костей, что там вообще, то есть абсолютно не регламентированный ничем процесс обретения вот этих останков, я не говорю, что это мощь, и даже уверен, что это не так. И так далее, там целая цепочка нарушений, то есть суд не предусмотрен. Почему-то к архиерейскому собору обращаются с тем, чтобы архиерейский собор признал, что это останки царственных мучеников. Архиерейский собор не может подменять собой суд, ни в коем, ни в коей мере. Архиерейский собор может рассмотреть этот вопрос, и если есть полнота информации, то тогда в этом случае может признать, а если полноты нет, или есть опровержение, тогда отвергнуть утверждение государственных органов. У нас же церковь формально от государства отделена, поэтому это разные решения, вообще в разных сферах находящиеся, и они могут противоречить друг другу, могут. Но поскольку у нас сейчас московская патриархия, которая церковью уже перестала быть, пытается присоединиться, присосаться как-то к государственной системе, точнее к конгломерату чиновников, потому что Российская Федерация тоже и не государство, то здесь объявлена задача, что нужны жаркие объятия священства, или точнее чиновников в резках и чиновников при государственных должностях. Вот они должны слиться в экстазе, и поэтому Архиерейский собор должен в мае 2022 года признать останки, то есть это уже прямо вот в фильме и сказано «должен», не может и должен рассмотреть, или планирует рассмотреть, а вот прямо должен признать. Вот спрашивается, для чего весь этот концерт устроен? На самом деле здесь стоит определенная задача, поставленная перед чиновничеством. Во-первых, что царь отрекся, это как бы непреложная истина, и она считается установленной вот в этой среде, среди псевдопопов и среди псевдогосударственных деятелей. А на самом деле никакого отречения не было, и это означает, что все последующие власти, друг другу передавая по цепочке свои полномочия, нелегитимны. И нынешняя власть в РФ и в всех постсоветских государствах нелегитимна, абсолютно нелегитимна, без распоряжается, без права распоряжаться территориями, богатствами, людьми, устанавливает законы, не имея на это никакого права, никакой санкции. Она не имела этой санкции от предыдущих форм правления, и от нынешних тоже не имеет, потому что фальсифицируют выборы всегда и везде. И Советский Союз был утвержден с грубейшими нарушениями, которые не позволяют считать это государство состоявшимися. И выборы проводились там из одного человека, то есть воли народной не было, была какая-то сторонняя воля, которая представляла неких народных избранников заранее, еще до всякого голосования, можно было проголосовать только за одного. Сейчас все абсолютно то же самое, никаких выборов нет, имитации есть, выборов нет. То есть и с этой стороны санкции на существование этой политической власти нет. Ложная власть, но им нужно вслед за объявлением о том, что государь-император Николай II отрекся от престола, и якобы, даже если бы он отрекся, а все остальные, он не мог отречь за всю династию, дальше есть наследование. Вот нам еще фальсифицированные наследования подсовывают тех наследников, которые наследниками не являются. Так уж получилось, их жизнь так устроена, что они наследниками не являются. Настоящие наследники находятся, они безвестны, ну скажем так, мне известны, всем неизвестны, слава богу, потому что кроме грязи от нынешнего РФовского населения больше никакой другой реакции ожидать и не приходится. И вот следующая фаза, и для того, чтобы закрыть вопрос, надо кости закопать, объявить, что вопрос закрыт, трагедия русского народа закончена, царский вопрос перестает быть актуальным. Вот для этого, для того, чтобы снять с повестки дня этот вопрос, и затеяна вся эта история. Если раньше при Алексе Втором четко совершенно церковь объявила, что он не признает решения государственных органов, тогда госкомиссию, тогда была госкомиссия, а сейчас нет, интересное дело, да, тогда госкомиссию возглавлял Борис Немцов, известный либерал, конечно, он никакой и не монархист, и не русский, и никакой не защитник русской государственности. Он выполнял задание вот той подспудно существующей талмудической власти, которая, конечно, к иудеям маленькое очень отношение имеет, задача которой была уничтожение России и русских как исторического явления. Все это должно быть уничтожено, и это было ключевой их задачей, но они не смогли решить ее, они просто сначала убрали с глаз долой этот вопрос, покрыли тайной всю историю правления русских императоров, оплевав их всеми возможными способами, и тайну убийства, жесточайшего чудовищного преступления, редкостного по своей подлости и кровавости вообще в истории человечества. Они это спрятали, но потом тоже какие-то были манипуляции, что якобы кто-то там нашел гелерябов, вытащил черепа, привез. Кто бы ему позволил туда-сюда возить какие-то черепа и что-то там обсуждать, потом закопал обратно, да, интересное дело, раскопал, закопал, какие-то вот странные манипуляции. То есть манипуляции советского периода весьма странные и говорящие о том, что там цели установления истины не было. Манипуляции 90-х годов с участием Немцова, и я думаю, что там толмудисты тоже рядом стояли и руку на пульсе держали. Нынешние манипуляции тоже совершенно циничное пренебрежение мнением специалистов, которые высказывают, я бы сказал, зубодробительные тезисы, которые разносят в пух все доводы, которые сейчас будут приведены, когда какие-то итоговые документы будут выпущены. Хотя, может быть, они считают, что они уже выпустили, там три тома где-то доступные, не напечатанные, общей доступности никакой нет, заказать вы нигде не можете. Они где-то есть в интернете. Еще попробуй найти, найди и доберись до них. Я и даже искать не стану, потому что у меня есть альтернативные источники. Об этом написано, и достойные люди написали свои исследования. Проведена первая конференция, сейчас недавно будет проведена еще в феврале конференция, специалистов, которые покажут еще раз, покажут и объявят доводы, которые говорят о том, что нет, это не царские останки. Есть генетические исследования, все ссылаются, генетика это самая передовая наука, кто, закажите, и вам любой результат предоставят. Если это не достойные, не честные исследователи, они вам объявят любой результат заказанный. Но вот японцы исследовали, кровь, которая осталась на платке, кровь государя-императора, который был ранен во время своей поездки в Японию, будучи еще только цесаревичем-наследником, они провели анализ крови и показали, что те генетические исследования, которые сделаны в каких-то почему-то не российских лабораториях, ошибочны, ну по меньшей мере ошибочны или фальсифицированы. Вот я-то думаю, что фальсификация там идет на всех уровнях, на всех уровнях. И в некоторых случаях она настолько явная, что она убивает всякое доверие к этим исследованиям, к деятельности Следственного комитета, до этого прокурорских следователей идет намеренная фальсификация. И вот фильм, который выпустил тоже человек, относящийся не к журналистской среде, независимой, суверенной, которая ищет правду, а к неким чиновничьим коридорам, из которых он зачерпывает себе некие задания, и вот он их реализует, говорит о том, что преднамеренная фальсификация готовит еще и общественное мнение к тому, чтобы оно приняло эту фальсификацию. Мы же, как русские люди, должны противостоять этому всеми силами, когда в феврале будет вторая конференция. Я приглашаю к тому, чтобы проявить внимание к этому событию и по возможности в нем поучаствовать, ознакомиться с материалами. Вот материалы первой конференции, 8 часов трансляции есть, я посмотрел их полностью. Очень убедительные выступления противников признания этих лживых останков. И, конечно, новые какие-то поделки будут вам предоставляться в течение всего срока, пока архиерейский собор не соберется. Я уверен, что он признает эти костные останки мощами царственных мучеников. Но это будет тоже фальсификация, и здесь нам придется принимать непростое решение, потому что все, кто причастен будет к признанию этих останков мощами, должны быть признаны нами не попами уже заблудшими, а прямыми соучастниками антихристианской деятельности, то есть антихристами. Мы должны их будем пофамильно назвать, мы должны будем так называть всякого, кто будет утверждать не истину, а фальсификацию. И это будет означать, что все эти люди, которые в фальсификации поучаствуют, в столь значимом вопросе, о государе-император, или вопрос о чудотворных мощах, это не праздный, не частный вопрос, это вообще фундаментальнейший вопрос, не буду сейчас аргументировать, это фундаментальнейший вопрос о нашей церкви. И поэтому в таком случае, если архиерейский собор примет такое решение, мы будем вынуждены, русские настоящие православные люди, сказать, что это воровской, сатанинский собор, тем более, что там еще визит римского папы, предполагается в Москву очередные объятия, и криптокатолики, там, весьма активны для того, чтобы окончательно захватить нашу церковь, и чекисты тоже в том же направлении действуют, поэтому мы этот архиерейский собор должны будем назвать именно сатанинским, и всех, кто проголосует за признание этих псевдомощей, соответствующим образом классифицировать и считать изверженными из церкви, не ждать какого-то церковного суда, события, состоявшиеся, четко, совершенно поставят этих людей вне церкви. Нам важно к этому готовиться, и готовиться к тому, что борьба за то, чтобы мы считали себя христианами, продолжится в крайне сложных условиях, когда будут гонения, они уже есть, гонения на настоящих христиан, на настоящих православных людей. Это все предсказано, и это часть нашей истории, продвижение нас к последним временам, и здесь нам важно спастись, как малое стадо, пусть даже большинство закроет глаза на эти сатанинские решения, пусть большинство будет считать Россией то, что Россией не является, и большинство будет считать церковью, что давно уже не церковь, а скопище чиновников, мы должны считать по-другому и строить свою жизнь иначе, как истинные христиане, как истинные русские люди. С тем и спасемся, спасем себя, спасем людей вокруг себя, своих родных, близких, друзей и тех, кто будет нас слушать. Слава Руси! Господи спаси!